МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире... Альма Матер. И с вами мы, Дима Самосев и Вария Гладкова. В этом выпуске мы расскажем, как взять нормативы по физкультуре. И познакомимся с учителем года. И побываем на конкурсе Мистер Университет. Мы в спортзале Могилевской школы номер 8, чтобы узнать, легко ли сдать нормативы по физкультуре и что же делать, если не получается уложиться в стандарты. Так как я занимаюсь волейболом, мне не тяжело дается это. Я люблю челночный бег, больше всего подтягивания очень получаются. Мне сдавать нормативы легко, потому что я готовлюсь к ним, я дома занимаюсь, и мне не тяжело сдавать нормативы, и физкультуру я люблю. Сколько раз подтягиваешься? Почти ни одного. А разве есть такой норматив? Есть. Я установил новый. Ясно. Спасибо. А что делать, если действительно не получается? Учители говорят поступать, как и с другими предметами, подтягивать результаты. Совет в этом плане – больше заниматься спортом, больше активного отдыха, и, естественно, подводящее упражнение к тем же самым нормативам, но урок физической культуры и здоровья. А теперь пришло время проверить и себя, сможет ли студент-третий курсник выполнить нормативы по физкультуре. Ваша задача – пробежать 4 раза по 9 метров. Внимание, марш! Хорошо, 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 хорошо. Есть. Есть. Наш результат – 9,1. Это пятый высокий – 9 баллов. Сказались еженедельные походы в спортзал, хотя для большинства это самый сложный для сдачи норматив. Трудности у многих вызывают еще и подтягивания. Пробуем. 12 раз – это результат на 6 баллов. А мне вот интересно, часто ли дети выполняют задания на отлично? Не часто, не часто, но бывает. Бывает, да, в большем количестве случаев дети стараются. Через пару минут мы продолжим разговор. А сейчас передаю слово Тане Соловьевой. Здесь, в спортивном зале университета, магистранта встретишь нечасто. Впрочем, для баскетболиста Борис Фин, игрока такого уровня, это простительно. Предлагаю познакомиться с одним из самых известных магистрантов факультета физ. воспитания – Самуэлем Аганлое. 26-летний баскетболист из Нигерии вот уже шестой год учится в МГУ Кулешова. Играет в защите Мангелевского Борисфена. Поступил на специальность менеджмент спорта и туризма. И быстро влился в компанию белорусских студентов. Сложнее всего Самуэле давалась философия. А вот любимые предметы – физиология и биохимия. Андрей Агеенко – первый, с кем познакомился Самуэль. Сейчас они вместе учатся и играют в одной команде. Наш тренер никак не мог запомнить, как его зовут. Но он называл его русским именем Саня. А ты как его называешь? Мы называем его Сами, но обычно сокращенно получается. В 2016 году Самуэль получил диплом учителя физкультуры. Сейчас учится в магистратуре. После хочет стать аспирантом. Самуэль понимает – баскетболистом до старости не будешь. Поэтому видит себя спортивным менеджером. Мечтает продвигать талантливых молодых игроков из родной Нигерии в профессиональные команды по всему миру. Дети, которые вообще не знают, что делать в другой стране, как играть в баскетбол в другую страну. И так, я думаю, меня будут там полезны. Потому что я очень хочу, чтобы я домой, но там работаю. Школьники подтягивают оценки в своих аттестатах. И чаще всего физкультура хромает. Обидно. Так, может быть, стоит отменить оценки по этой дисциплине? Я считаю, что оценки по физической культуре отменять ни в коем случае нельзя. Упадет уровень физической подготовленности у наших студентов и наших школьников. 70% школьников, которые имеют отклонение в состоянии здоровья. Конечно, 4 часа в неделю занятий по физической культуре недостаточно. Потому что двигательный режим студента – это 12-14 часов в неделю. В МГУ Кулешова, например, помимо традиционных упражнений, на парах практикуют элементы шейпинга и стрейчинга, аэробики, скандинавской ходьбы и дыхательной гимнастики. Согласитесь, интереснее, чем стандартные приседания и бег. И, возможно, тогда на занятия по физкультуре подростки начнут ходить с охотой. А там и результаты подтянутся. А буквально на днях будущий физрук взял титул лучшего студента. Магистрант факультета физической подготовки стал мистером МГУ. Вот тебе и спорт. Мышцы решают. Гомер и мужность в наших руках. Именно под таким названием в МГУ имени Кулешова в пятый раз прошел мужской конкурс физического совершенства, таланта и творчества студентов. Шесть участников начали выступления дефиле и песнями, продолжили танцевальным конкурсом. За два месяца упорных тренировок студенты сумели подтянуть хореографию. В кулинарном конкурсе получилась похожая история. Ребята презентовали блюда и в роли накачанных официантов, и даже в кулинарном шоу. В творческом номере студент факультета иностранных языков долго выбирал, на каком языке исполнить песню. В итоге спел на английском и французском. Нирвану на электродомре в МГУ еще не слышали. Самый загадочный из конкурсантов, студент начального и музыкального образования Глеб Старовойтов, стал первым в номинации в «Здоровом теле». Не из-за домры, конечно, но все же. Арслан Корягдыев, прокачавший зал мощным рэпчиком, победил в номинации «Искрометный талант». Лучшим по итогам онлайн-голосования стал самый драйвовый из финалистов студент историко-филологического факультета Сергей Архипов. А при зрительских симпатий ушел почти на лапах студенту факультета математики и естествознания скромному Сергею Птушкину. Главный титул шоу-конкурса «Гонор и мужность» завоевал магистрант факультета физической подготовки Денис Дементьев. В Могилевской области выбрали учителя года. Им стал трудовик Эдуард Гордеев из Славгорода. На занятиях он показывает собственные видеоуроки и даже создал свой сайт. Куда смотреть? Камеру? Туда? Ну, здрасте. Здрасте. Я учитель труда. Как бы это самое. Ну, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я современный учитель. Вы посмотрите на меня. Насколько мы разные с тем образом, который вы видели в начале. Это убогий образ, отрицательный. Современный учитель не должен быть таким. Это фрагмент презентации трудовика Эдуарда Гордеева для областного этапа конкурса «Учитель года». Креативно, ничего не скажешь. Также творчески проходят и уроки труда в Славгородской средней школе номер один. Учителем Эдуард Юрьевич работает 25 лет. На его глазах прошла эволюция урока труда. От прошлого остались разве что некоторые наглядные пособия, оборудование, инструменты и мастерская. Появилась идея, почему бы не попробовать создать какой-то мультимедийный контент, продукт, который можно использовать в школе. Ну, и я начал его создавать. Сначала экспериментально, а потом у меня все получилось. И в течение пяти лет я сделал все видеоуроки. Творческими разработками трудовик Гордеев делится на YouTube-канале и собственном сайте. Как починить стол, правильно обработать металл или самому смастерить что-нибудь полезное для быта. За советами многие самоделкины заходят на страничку к учителю. Но самое главное, все эти разработки Эдуард Юрьевич применяет у себя на уроках. По каждому видеоуроку разработан электронный тест для контроля знаний. В данном случае Влад сейчас проходит данный тест. И в конце тестирования компьютер выставит ему отметку. Я думаю, это хорошая проверка знаний. И чтобы действительно проверить, насколько ты знаешь, что тест для этого я предназначил, я думаю, чтобы такие сети везде были. Самого же Эдуарда Юрьевича тоже недавно тестировали. На конкурсе «Учитель года» он провел урок для незнакомого класса. Сделал мастер-класс для студентов и защитил авторские технологии преподавания. Учитель получил отметку. Отлично. Вообще это называется «заввется харизмой». То есть я вижу детей, они видят меня, я начинаю с ними беседовать, и у нас проскакивает какая-то искорка. Вот это бери. Бери. Сделать ее максимально, максимально круглой. Для классной работы ребята получили вот такую заготовку. Что из этого выйдет, мы с вами, конечно же, узнаем, но чуть позже оставайтесь с нами. Впечатления, которыми хочется делиться. Предлагаю узнать, что публикуют в сети. Ловите обзор интересных публикатов студентов за прошедшие пару недель. Свеженькие дипломы специалистов получили выпускники Мехфака Сельхозакадемии в Горках. И тут же выложили фото вручения в сеть. А эти студенты готовятся к лету. Видео веселой тренировочки от Хелен из Горок. Слегка запоздалым фотоотчетом с 8 марта поделились студенты МГУ Калешова. Весну они встретили в атмосфере солнечных Гавайев. Коктейли, фрукты и даже танцы. Вот такое посыпление на факультете Ньяза. А в университете продовольствия выбирают королеву весну. В соцсетях студенты уже голосуют за претенденток на приз зрительских симпатий. На этой неделе в БРУ проходит 10-й фестиваль творчества иностранных студентов «Дружба народов». На сцене выступают ребята из 11 вузов Беларуси. И, пожалуй, самые популярные снимки этой весны со скворечниками. Домики для весенних пташек студенты мастерят в рамках республиканской акции «Прилетайте в Беларусь». Просто скворечникамания. Делись и ты своими фотками в социальных сетях. А чтобы именно твоя публикация попала в наш эфир, ставь хэштег «Хочу вальбоматор». Мы всегда онлайн. Всем лайков! Данила, расскажи и покажи, пожалуйста, нам, что получилось из той заготовочки, которую мы показали. На этом уроке я успел сделать вот такую деталь. Она называется «Шайба» и служит для укрепления прочности соединения между деталями. Как вы видите, здесь сейчас не самое прочное соединение, и мы его сейчас сделаем более прочным. Для этого нам понадобится то, что мы сделали на этом уроке. Современные школьники требуют особого отношения, чтобы учитель говорил с ними на одном языке. Возможно, прежняя форма подачи знаний и потеряла свою актуальность. А вот смысл урока труда – это не стареющая классика. Именно поэтому труд никто никогда не прогуливает. Однажды у нас сломался радиоприемник. Папа был на работе, мама тоже. И пришлось поеть самому. На трудах паяльником научили пользоваться, да? Да. Мы несколько уроков назад делали стульчики, и я как раз деду подарил стул для рыболовства. «Я умею почти все», – говорит трудовик Гордеев. Но есть еще пара-тройка планов, которые учитель хочет реализовать. Во-первых, побороться за звание лучшего учителя страны. Во-вторых, получить высшую профессиональную квалификацию «учитель-методист». А еще кое-чему научиться. Это гончарное дело. Мне интересно из глины что-то смастерить. И кузнечное дело. Этих двух тем я еще не касался, но в перспективе, я думаю, я освою. Включайте «Беларусь-4» Могилев, «Альма-Матер» в эфире каждые две недели. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока.